Это Лайф, мы продолжаем. Дизайнер олимпийской сборной Соединенных Штатов Америки, похоже, болеет за Россию, иначе как объяснить то, что на западной парадной форме. Он смоделировал, посмотрите, российский триколор, все внимание на майке атлет. Видите, цвета нашего флага во всей красе. Американские спортивные эксперты недоумевают, о чем дизайнер думал, даже есть версия, что это российские хакеры постарались. Ну а мы, судя по всему, готовимся к скандалам. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что российская сборная в Рио может оказаться объектом провокации. Призвал спортсменов постараться не обращать внимания на подстрекательство и думать только о результате. Многие эксперты уже говорят, что наших спортсменов будут проверять на запрещенные препараты с утра до ночи в Бразилии. Но Жуков считает, что бояться нечего. В плане допинга на эти игры поехала самая чистая команда. По последним данным, нашу страну на главных стартах четырехлетия представят 266 спортсменов. Ну а тем временем почти все российские спортсмены уже в Рио. Олимпийский дневник специально для зрителей лайфа ведет звездная нападающая волейбольной сборной России Наталья Гончарова. Она поделилась снимками из Олимпийской деревни. Впечатления от организации в нашей атлетке хорошие. Она сказала, что на территории чисто и уютно. Можно кататься на велосипедах. Голодать наши олимпийские надежды не заставляют. Столовая еда на любой вкус. Ну а наши волейболистки уже приступили к тренировкам. Условиями в Олимпийской деревне довольны не все. Вот, например, глава австралийской делегации пожаловалась на курение. Дымят строители, которые все еще достраивают спортивный объект. Австралийцы возмущены, говорят, травят организаторы спортсменов. Строителям лучше сигареты отложить. Ведь если австралийские спортсмены не возьмут золото по каким-то дисциплинам, виноватых найдут очень быстро. Ну, австралийцев вообще как-то не складывается в Олимпийской деревне накануне. Чуть не сгорел дом, где они живут. При этом пожарная сигнализация даже не сработала. Но уже известна причина возгорания. Вспыхнул мусор в подвале одного из зданий. Итак, до Олимпиады осталось всего ничего. Шесть дней до старта игр пройдет заседание МОК. Главный вопрос в повестке – включение в программу, Игорь, пяти новых видов спорта. Речь идет о таких дисциплинах, как бейсбол, софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Добавлю, что бейсбол уже входил в Олимпийскую программу. В последний раз соревнования по нему проходили на играх в Пекине в 2008 году.